привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции потом прошла смена руководства почему эта новость в моем топ 5 сильно важная новость для тех кто сейчас у меня будет рояль в кустах и тема сегодняшнего видео это топ 5 новостей что изменилось или не изменилось в анталии за последний год так что пожалуйста вставляйте в комментариях свои мысли и мы их тоже рассмотрим на пятом месте в нашем топ-5 новость о том что река буачай пока остается вот в таком виде мы несколько лет назад снимали только только начавшийся процесс в реконструкции в устье реки буачай всевозможные изменения потом прошел год вот на той стороне вот поводили от меня произошло много изменений и мы потом открывали вместе с вами реку буачай в новом уже свете приезжал даже президент турции эрдоган было очень много всего очень важного интересная об этом снимал даже шторм не помешал открытию но это было еще полтора года назад потом прошла смена руководства в анталии и сейчас новый мэр который нет так активно ведет скажем так благоустройство здесь в реке буачай в устье как долго это продлится не знаю но многие кто живут здесь в кони-алты эту новость воспринимают как самую главную для себя потому что ведь не произошло хороших изменений возле их дома более того вот эту вот местность она теперь не так как раньше была про точно она теперь возможно будет завод даже заболочена не знаю будем смотреть и наблюдать в любом случае ты дорогой друг должен об этом знать и будем вместе смотреть и делиться информацией очень красивый был проект вначале туда же была запланирована марина с заходом катерков яхт должно было все происходить но сейчас видите одинокие рыбаки и техника которая тянет газ вот пожалуй все то есть сразу после выборов техника в большом количестве собралась и уехала ну давайте посмотрим все это через несколько месяцев как будет развиваться сюжет сейчас по слухам все говорят что ищут нового инвестора может это ты я думаю что мы об этом узнаем скором времени так что ждем новых новостей а мы продолжаем на четвертом месте нашего топ-5 новостей анталии за последний год это коррозия пляжа в коньялты ну как об этом говорят честно если сказать я пока такого не заметил все очень хорошо отдыхают давайте посмотрим ребята как вам отдыхается хорошо ты год почему эта новость в моем топ-5 новостей анталии дело в том что очень многие сми сейчас говорят именно о том что в анталии в районе коньялты пляж просто размывается и за какой-то там коррозии я пока этого не заметил что будет дальше давайте смотреть и будем за этим следить есть еще новости о том что запустились аттракционной виде колеса обозрений достаточно большого раза в три больше чем был в буквально недалеко от имигресса м5 до новость побывал там интересно но я ожидал больше на колесе обозрений в кабинке холодно громко звучит музыка и как по мне так грязные стекла плохо видно открылся магазин где продают свинину тоже новость но все равно я поставил на четвертое место новость о том что пляж коньялты которые недавно сделали размывается пропадает пока по факту это не так пишите в комментариях делитесь информацией на 3 месте нашего хит-парада легкая наземная метро которая ведет из теперь за и отдаленного его район чека варсак доме гросс 5 м и по слухам будет вестись даже в район в пони алты теперь все в порядку сильно важная новость для тех кто передвигается с помощью общественного транспорта здесь транспорт достаточно хорошо работает наземный можно проехать достаточно комфортно даже до аэропорта хавали мани теперь вот смотрю стройка идет некоторых местах уже положили рельсы и легкое наземное метро будет комфортно перевозить граждан это радостная новость который думаю в праве находится на своем третьем месте хотя спросить у кирилла который приехал из москвы сколько стоит проезд московском метро московском метро по карте тройка 38 рублей вот здесь в анталии так что будем ждать новых веток а если вы захотите пересесть из одной ветки на другую то вы это сможете сделать совсем скоро возле от огара который находится вот там но это уже другая история второе место моем хит-параде новостей что произошло за последний год в анталии занимает новость о том что дождь мел ты это райончик в кипезе что находится в анталии сейчас очень бодро расстраивается виллами и здесь очень интересные инвестиционно привлекательные объекты которые которыми интересуются мои клиенты проходите кстати в каталог недвижимости и если вас что-то заинтересует связывайтесь со мной с удовольствием отвечу 15 километров от центра анталии сторону севера расположился вот такой очень приятный район здесь это русские горы и зеленый лес и температура немного ниже чем во всей анталии поэтому достаточно комфортно для тех людей которые очень любят жару комфортабельные виллы 2 и 3 этажные и здесь вы сможете увидеть большое количество возможных инфраструктурных заведений которые построены за последнее время в частности даже автовокзал от угар сейчас переносится из старого привычного места посмотрите у меня есть видео насечет переносится сюда так что я уверен что те люди которые не очень любят жару здесь могут очень приятно и комфортно себя чувствовать потому что это немного выше чем анталия рядом то русские горы с другой стороны лес и казалось бы анталия а пейзажи уже совсем другие поэтому милости просим приезжайте смотрите недаром это новость очень многих интересует виду того что те люди которые приезжают сюда на пмж или же просто приезжают отдыхать здесь приобретают недвижимость вроде ничего не забыл второе место и впереди у нас первое место что же у нас на первом месте нашего хит парада друзья первое место нашего хит парада новостей про анталию что произошло за последний год но перед этим по канонам жанра я напомню что у нас было на пятом месте и так до пятом месте новость о том что проект коньялты пока временно приостановим на четвертом месте у нас новость о том что пляж коньялты разрушены там невозможно отдыхать что же делать на третьем месте у нас строится новая линия сообщения наземного метро вы тоже об этом уже знаете на втором месте до шмел ты что в кипезе нынче инвестиционно привлекательное место для приобретения недвижимости номер один сюда приезжают люди которые имеют денежки и приобретают очень хорошие виллы но сейчас дорогой друг ты узнаешь какая у нас новость на первом месте и почему никуда не уходи сейчас у меня будет рояль в кустах кирилл а вот и кирилл прошу тебя это мой друг который приобрел недвижимости в алании и столкнулся с вопросом перевода денег и сейчас мы новость эту решили поставить на первое место потому что очень многих экспатов и людей которые просто приезжают сюда отдохнуть волнует вопрос перевода денег сюда и так кирилл ну собственно говоря мне этот вопрос тоже взволновал я некоторое время собирал информацию я являюсь пользователем банка тельников банк это виртуальный он не имеет своих офисов соответственно там вот прийти и в офис и снять наличные деньги невозможно соответственно мне предлагалось тогда ездить по всевозможным банкоматам собирать то есть информацию в приложении я мог видеть только что там находится там от порядка пяти тысяч евро вот соответственно ездить по многим банкоматам и собирать деньги потом их декларировать на границе в общем-то в сумках ввести рисковать вот как оказалось что можно сделать еще следующим образом то есть просто взять сумму целиком и перевести ее на счет продавца ну или перевести ему на карту вот и стоимость этой услуги было 15 евро всего лишь навсего вот и перевести можно абсолютно любую сумму но не абсолютно любую есть ограничения но ограничения вполне нормальные то есть они как бы как бы захватывают уровень там покупки например недвижимости вот дополнительно к этому нужно послать в банк документы о происхождении денег в общем-то если все нормально перевод делают сами сотрудники банка по заявленным реквизитам все оказалось очень просто быстро и и приятно то есть никаких хлопот никаких забот сумма перешла продавцу и я не имел никаких проблем с перевозом денег с декларированием в общем-то имел только сплошное удовольствие вот такая новость такой опции раньше не было и мои клиенты перевозили деньги разными путями в том числе и на дому человека можно перевозить 10 тысяч долларов не декларируя и так далее и тому подобное вот вам лайфхак который может вам помочь в приобретении какие-то дорогих покупок возможно жилья но сейчас мы находимся возле птт это место где можно сделать всякие расчеты оплатить коммунальные услуги и даже отослать крутым мандероле есть отдельно пока как карга есть здесь и отделение в стране у меня на почти в каждом птт и сейчас покажем как можно уже обналичить вопрос то что здесь это должно произойти 800 лет не по каком проценте нет речи да это да что-то шубу а вот и денежки смотрим что пришло у нас пришло снятие 800 лир без всяких разных процентов то есть все работает кстати как тебе твоя новая вилла я пока не могу прийти себя мне все кажется что я ее снимаю что мне сейчас надо будет скоро уехать ну постепенно наверное скоро придет такое сознание что я могу здесь оставаться сколько угодно это ли не счастье спасибо горел что ко мне обратился желаю тебе счастья в новом доме приезжай почаще ну и естественно всем тоже могу рекомендовать больше путешествуйте сначала если что-нибудь найдете то что вам нравится как и нам то не стесняйтесь и обращайтесь кирилл огромное тебе спасибо за то что согласился мне помочь снять это видео мы сегодня еще посмотрим много интересных мест в алании и в анталии спасибо тебе большое удачи обращайся ну на 7 все вы теперь знаете топ-5 новостей с которые произошли в анталии за последний год подписывайтесь ставьте лайки расшаривайте это видео и пишите обязательно в комментариях что же вам еще показать и какие темы интересуют дин-дон-дима саляма и долги или гиле ну наконец просто чай друзья пока эту собаку получат самый активный кстати каждое воскресенье в 11 00 я провожу прямую трансляцию и там мы за самые интересные комментарии обязательно выдадим приз вышлим прямо в вашу страну так что обязательно пишите под этим видео комментарии и я выберу лучший все теперь точно все пока вот а потом передает реально как переводится а